Усложнять то, что сложным быть не должно, это ошибка, а иногда даже фатальная ошибка, которая без преувеличения ломает судьбы. Потому что когда ты без причины хочешь сделать бит сложнее, наполненнее, разнообразнее, интереснее, то это прямой путь к тильту, удалению FL-ки и установке танков, которые, к слову, являются бесплатной, многопользовательской, онлайн- И трекки за Royal Black это именно тот случай, потому что бит в нем довольно простой, его можно уложить в 8 дорожек, не считая FX-ов. Но делает ли это его хуже? Однозначно нет. Потому что каждый инструмент в нем находится на своем месте, остается куча пространства для артиста и самое главное, бит качает. А это единственный важный параметр для бита. Качает, либо не качает. И сейчас мы по винтикам разберем битспенси, зададим ему самому парочку вопросов, а затем напишем свой тайп на этот трек, применив все его фишки. И ставь лайк, если хочешь, чтобы я делал больше видео. Да, это реально поможет. Вот ты написал скизару, как я понял, уже 4 трека. Да, да. Вот у тебя есть среди них какой-то тип, который ты мог бы назвать любимым? Наверное, Моя Тень и Я любимый трек. Пока что. Новый трек я еще не раз пробовал, поэтому да, пока что Моя Тень и Я, потому что это первый трек на бите, который я считаю своим тайп битом. Потому что остальные я делал просто как по фану, а вот, например, Моя Тень и Я и новый трек, все два хаунта, они делались изначально вообще для моего ютуб-канала, но я их отправил кизару. Вот, у меня ютуб-канал King Von и Lil Dirk Type Bits. Мелодия состоит из четырех слоев, вроде бы немало для простого бита, но они все играют почти одно и то же. Основа вот этот мотив на пианино. И тут главное ритм. Первая нота длится две четверцы такта, все остальное играет четвертями, то есть как метроном. Но перед последней ноткой ритм немного ломается. И без вот этого слома звучало бы так. А с ним, соответственно, с ним явно лучше качает, и это главное. Ну и конечно нота на низкой октаве на месте. Второй слой это колокольчики, только играют без низкой нотки. И этот похожий звук из аналог лапы. Третий слой это яркий пэт стремоло, который играет чуть упрощенный паттерн. И четвертый слой это иногда выплывающий лид, который играет снова почти то же самое. Примерно как вот вообще как этот трек появился, то есть как происходило твоего взаимодействия с кизару? Ну смотри, бит я отправил вообще в конце апреля 23-го года, а сделал его 15-го апреля. Это был второй пак вообще битов, которые я отправлял к кизару. Он сказал просто отложи этот бит, я возможно что-то на него сделаю. Я вообще забыл, что он его вообще забирал. Я думал, что он сам тоже про него забыл, ничего никогда не выйдет. И тут вдруг он мне пишет, что мне нужен трекаут. Где-то месяц назад он мне это написал. Я такой удивился, потому что я думал, что этот бит уже давно позабыт, и что он не собирается на него ничего делать. А так вообще и выходит, что там будет All Black. На самом деле, когда трек вышел, я даже не знал, что там будет All Black и что вообще трек под мой бит выходит. То есть я об этом узнал только вот в день выхода. Я видел, что какой-то трек у кизару выходит с All Black, но даже не предполагал. Еще и этот бит очень неожиданно для меня. То есть для тебя прям реально сюрпризом было, что вот типа ты такой думал, ну выходит какой-то трек, а тут вот бак. Да, еще и этот бит. Слушай, для меня сюрпризом было в принципе, что этот бит он забрал. Потому что я на него меньше всего надежд возлагал. Я его закинул последним в паке, думая, ну ладно, возможно, но для количества на самом деле даже закинул его. Но так вышло, что он именно его и взял. Ну а в драмке все гораздо сложнее. Нет. Первый и второй основные снэры как будто отличаются. Суперпростой закрытый хэт с роллом раз в четыре такта. И простой парт 808 на одной ноте. С еще одной нотой в конце. Ну и иногда появляется open-head раз в два такта. И counter snap. А теперь из похожих элементов соберем свой тайп. Я хочу начать с мелодии и списать ее у Спенси, но не так, чтобы было одинаково. И сразу возьму тональность DM. Потому что это моя любимая тональность. Но ритм мелодии будет очень похожим. Дам скорлок, last two minutes. И вот мы получили эту мелодию, то вот это надо убрать. Уложить ее просто в ритм и все. Проверяем. Да, не забываем про нотку снизу. И для более злого звучания я добавил нотку D sharp, которая в scale не входит. Но переход с D sharp на D звучит очень в тему. Если просто перетащить ее на E, которая входит в scale, то уже совершенно не тот вайп. Еще, мне кажется, можно добавить ноток наверху. Потому что у нас тональность DM, а первая нотка A. И наверху можно поставить собственно саму D. И там, где играет D sharp, наверху тоже поставить D sharp. И в перебивке, и в своем тайпе я использую пианино Keyscape Cinematic. И как обычно напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейтингу в FL Studio от A до A, который в том числе подойдет и новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. И прямо сейчас я заканчиваю работать над большим дополнением к курсу, в котором мы в том числе напишем и вот этот бит. Дополнение то есть это колокольчик, совмещенный с пэдом. Играть он будет что-то упрощенное, типа нашей мелодии. Только вот можно вот это поднять повыше. А если еще выше? Третий слой я заменю вот этим пэдом с OBE, который мне очень понравился с прошлого видео. Но также повешен у него трималатор с дептом чуть меньше половины. И вот такой вот лид из The Knowledge, но на нем я сыграю что-нибудь другое. Но ритм будет похожий. И вот тут ту-ду-ду-ду. Или вот так. Да, только продлим все на 4 такта. Потому что мне кажется, что в лиде в конце нужно сделать что-то типа... Вот этого, да. Теперь на него можно повесить в первую очередь Pancake и Magic Switch. Ну и конечно, как и в прошлом видосе, я привязал Distractor к LF-опик контроллера. У тебя есть какие-то любимые VST-шки для мелодии? Да, мои любимые это Xpand. Наверное, первое место. Keyscape. Контакт. Амнисфера. Но Амнисферу сейчас мало юзаю. Но возможно скоро к ним вернусь. И пак-бандл SRX Roland. То есть там всякие SRX Brass, вот эти все плавоплаки. Да, да, такие довольно простые. Возможно даже пластмассовое звучание у них. Но иногда заходит хорошо. Ну и мелодия готова. А из обработок я убираю самый низ в сайде с помощью A1 Stereo Control. Чуть-чуть бущу громкость сайда с помощью Center Stereo. И задираю самый верх эквалайзер. Ну и еще у меня вот такая страшная эквализация на пианино. И позже мы сделаем сайдчейн от 808. Который в моем случае простой Spins. Играть он будет в основном на D. Но вот здесь вот у нас играет D-Sharp в мелодии. И можно попробовать перенести его тоже на D-Sharp. И мне кажется, что вот здесь стоит сделать прерывистую нотку. Вот такую. И поднять ее повыше, например, на ноту A. Да. А во второй половине в конце у нас также будет вот тут вот небольшой Roll. И оно будет играть все, наверное, на другой ноте. Да. Hi-Hat это обычный Z-Hi-Hat. И они будут у меня почти такими же, только единственное. Вот здесь я добавлю сдвоенный звук. И его сделаю чуть-чуть тише. И чуть-чуть добавлю им Saus. Вот этим развернутым Hi-Hat. Потому что в таком разгруженном парте он будет супер в тему. Нужно только поставить ее в каком-нибудь месте прикольном. Здесь у нас будет Roll. Вот так будет. На какой-нибудь низкой ноте. Громкость тянем вниз. Вот так нормально. Ну и вот такой Snare только на более низкой ноте. У меня типичная партия Counter Snare вот такой. Мы оставим что-нибудь типа вот так. А вот давайте попробуем на высокой ноте. У OpenHat чуть-чуть подкрутил Envelope как обычно. Играть он будет в типичном месте, только чуть потише. И вот здесь так же. Да, только сдвоенный и первый удар будет потише. И OpenHat вместо Crash, которым я всегда одинаково подкручиваю Envelope. И он как в оригинале, наверное, будет играть раз-два так, да. Биток у меня получился чуть более загруженный, чем оригинал, но тоже, по-моему, звучит неплохо. Бывает, я сам такое встречал, что кто-то упирается там, я хочу сначала купить медюху, потом писать биты. У тебя есть какое-то напутствие, которое может развеять там загоны условно молодого битмекера, которые ты сам по себе мог сказать? Могу сказать вот несколько фактов, которые я считаю важными. Это то, что, первое, оборудование не решает. Например, трек «Моя тень и я» написан на EarPods'ах. Бит написан, то есть просто вкладыши Apple, наушники, первое, да. И там у меня не было ни MIDI-клавы, ну там вообще луки использовали, да. Но и у человека, который писал луп, не было MIDI-клавы. То есть оборудование, если оно тянет FL-ку, оно не решает. То есть можно на лупах продить, там вообще юзать только ваншоты, чтобы у тебя процессор не грузился, допустим, если ты не можешь открывать вестишки. Выкручиваться как угодно можно. Потом, хочу сказать, не гонитесь в первую очередь за деньгами. Помните, зачем вы пришли в музыку. Потому что я думаю, что каждый, кто занимается битами, изначально пришел для того, чтобы получать удовольствие от написания музыки. А деньги — это уже как бонус за развитие в своем творчестве. Не забывайте, в общем, о творчестве, о том, что вам нравится. Делайте те биты, которые вы хотите делать. И не сдавайтесь, продвигайте свой звук. И сайдчейн от 808 на инструмент. Выбираем канал 808. Правой кнопкой мышки на канал инструментов сюда. Сайдчейн тузис трек. Я буду делать его через SUS2. Так что здесь в настройках заходим в процессинг. Правая кнопка мышки сюда. Выбираем наш канал 808. Включаем здесь сайдчейн. Растягиваем, чтобы область действия была снизу. Я мелочиться не буду. Включу карт и вот так сделаю. Самое время для структуры. Начнется все вот так, вот как в оригинале. Токопэт вступит во второй половине вступления. Еще я добавлю вот этот FX, который есть в оригинале. Он там звучит вот так вот. Я об этом не сказал, но он там есть. Но я поставлю его не вот здесь вот, а вот здесь вот. И здесь будет уход под воду. Который мы прямо сейчас нарисуем на дистракторе. Типа вот так вот. И вот так он будет плавно возвращаться. Потом возвращение плавно и дроп. И раз уж ты досмотрел, вот до этого места предлагаю тебе подписаться на канал. Ведь этот видос тебя чем-то зацепил. Так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. Так же как в оригинале сначала дроп будет не полный. Без лида. Open хэта. Контур снэра. Вот здесь я хочу сделать какую-нибудь штуку. Например для перехода использовать вот этот древний, но снова становящийся модным звук. Я включу ему стретч и сделаю его пониже наверное на 5 полутонов. Потом на спокойный паттерн сделаю переход в жухом. Пианино сделаю уникальным. И все кроме супер басовой ноты подниму на октаву. Вот и бит готов. Можно послушать его с оригинальной акапеллой. Как всегда полный бит можно послушать у меня в телеграм канале по QR коду или ссылке в описании. А если тебе нужен бит, то ты можешь заказать его у меня или купить что-то из готового в моем паблике с битами в ВК. Все ссылки в описании. Вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я. Подробнее у меня ссылка в описании и в закрепе. И еще раз спасибо Спенсе, что согласился поговорить для этого ролика. Ссылки на его социалки в описании. Обязательно подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. До встречи в следующем видео.